Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш Николая, моли Бога у 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 нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 20 апреля. Преподобный Александр Ошевенский родился 17 марта 1427 года в 80 верстах от Белозерска, выше Озерской волости, за несколько месяцев до кончины преподобного Кирилла Белозерского, умершего 9 июня 1427 года. С которым был связан в последующем духовными узами всю жизнь. Алексей, мирское имя преподобного Александра Ошевенского, пятый сын богатого земледельца Никифора Ошевена и супруги его Фатинии, был долгожданным ребенком и родился по усердным молитвам Фатинии. Сама Божья Матерь вместе с преподобным Кириллом Белозерским явилась и обещала рождение сына по ходатайству преподобного Кирилла. Хотя Алексей был младшим сыном, родители чаяли видеть в нем наследника их и питателя в старости. В детстве мальчика обучили грамоте и готовили из него предприимчивого хозяина. В 18 лет юношу пытались женить. За зволение родителей он отправился помолиться в Кирилло Белозерский монастырь и остался там. Игумен полюбил юношу за смирение и вскоре предложил ему принять постриг. Но Алексей отказался, решил испытать себя. Изучая священное писание, он шесть лет прислуживал братьям-послушникам и лишь тогда принял иноческий постриг. К тому времени родители его переселились в село Волосово в 30 верстах от Каргополя, вниз по реке Онеги. Вскоре Никифор испросил у новгородского боярина Иоанна место для поселения у реки Чурьюги, получившее название Ошевенской Слободы. Преподобный Александр просил у Игумена разрешение принять от родителей последнее благословение и прощение, чтобы затем уйти на уединенное житие. Не сразу благословил Игумен молодого инока. Он предупреждал его об опасности пустын на жительство. Но преподобный Александр боялся подвижнической славы, которую он имел среди братьев. И вторично просил отпустить его из монастыря. Наконец-то настоятель благословил его. Отчарован обрадованной встречей, отец предложил сыну поселиться на реке Чурьюги и обещал содействовать в устроении пустыни. Преподобному Александру понравилось место. Он водрузил крест в основании будущей обители и дал обет пребывать здесь до конца жизни. После того преподобный Александр вернулся в Кириллово-Белозерский монастырь и некоторое время нес послушание на клиросе, в поварне и на хлебне. Его посвятили сам диакон. Наконец, когда преподобный Александр пришел к Игумену в третий раз и рассказал ему, как звал его на устроение обители чудный голос, как обещался он пребывать на том месте, настоятель отпустил его, благословив иконами Божьей Матери Адигитрии и святителя Николая Чудотворца. Преподобный Александр осветил избранное место иконами, поручил отцу наблюдать за строительством церкви, а сам отправился к архиепископу Новгородскому Ионе в 1459-70 годы. Архиепископ Иона посвятил его в Сан-Пре-Свитера и поставил игуменам обители. Бояриня Анастасия и ее сын Юрий готовы были отдать монастырю всю волость, но преподобный Александр принял грамоты лишь на необходимые земли. Построенный храм был освящен во имя святителя Николая. С твердостью и мужеством начал преподобный трудиться в созданной обители. Старец, который приехал вместе с ним из Кирилла Белозерского монастыря, не выдержал трудной пустынной жизни и уехал обратно. Но мало-помалу собралась братья. Преподобный вел строгий общежительный устав, который требовал полного молчания в храме и на трапезе, когда считались жития. Чтели иноки не должны были быть без дела, а во время исполнения послушания творить Иисусову молитву или читать псалмы. Братья, говорил преподобный игумен, пусть не страшат нас труды и скорби в пустыне. Вы знаете, что путем скорбей входит Царствие Небесное. Пусть живет в вас взаимная любовь и смирение. Бог есть любовь, и он любит смиренных. Многие, даже из мирян, приходили к преподобному и пользовались его наставлениями. Два племянника святого приняли посты к его монастыре, чем разгневали одного из братьев преподобного Амбросия. Преподобный Александр кротостью смягчил брата. Но племянники охладели в ревности к подвигам и оставили обитель. Скорби за спасение духовных чад расстроили здоровье преподобного. Он лежал и не мог не только приподнять руку или голову, но даже выговорить слово. В таком изнеможении святой Александр молился преподобному Кириллу, своему покровителю. Преподобный Кирилл явился в белых ризах и, осенив больного крестом, сказал, «Не скорби, брат, я помолюсь, и будешь здоров. Только не забывай обед, а не оставляй этого места. Я буду помогать тебе». Проснувшись, преподобный почувствовал себя здоровым и наутро пошел в церковь. Под крепление братьей он рассказал о посещении преподобного Кирилла. 27 лет преподобный трудился в основанной им обители и мирно скончался 20 апреля 1479 года. После кончины игумена обитель начала быстро приходить в упадок. Но преподобный не оставил попечения о ней. Однажды монастырскому служителю Марку было видение во сне. Обитель полно народу. Седой старец в святительской одежде с крестом осеняет работающих на постройке. Другой старец с длинной бородой окропляет святой водой, а третий среднего роста с русыми волосами, кадит. Четвертый молодой следит за ними издали. Третий старец, а это был преподобный Александр Ашавенский, объяснил, что ему помогает святитель Николай Чудотворец и преподобный Кирилл Белозерский. А юноша, стоявший поодаль, был диакон Матфеем, которого вскоре постригли с именем Максим и избрали в игумена обители, как и предрек в видении преподобный Александр. Инок Максим был поставлен во игумена архиепископом Новгородским Сергием 1483-85 года и восстановил обитель. Он настоятельствовал до 1525 года. При построении нового храма во имя святителя Николая по указанию явившегося преподобного Александра были обретены его нетленные мощи. Тогда же был написан его образ согласно с тем, каким он являлся иноком, и по рассказу знавшего его старца. Преподобный Александр Ашавенский был среднего роста, с сухим лицом и впалыми щеками, с небольшой и негустой бородой, с проседью в русых волосах. В таком виде он и изображается на иконах. Богу нашему слава! Во веки веков! Аминь! Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. ohne но но иконы!